Здравствуйте! В эфире канала Россия. Итоговая информационная программа о событиях недели. На автовокзале Черкеска сотрудники главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии встретили граждан Российской Федерации и членов их семей, эвакуированных из сектора газа. В регион прибыли шесть человек, из них двое детей, которых разместят у родственников. Специалисты чрезвычайного ведомства организовали сопровождение соотечественника в Карачаевск. Прибывшим гражданам оказана психологическая поддержка. Напомним, в Каире работает оперативный штаб, людям оказывает необходимую психологическую помощь, обеспечивает питанием и водой, помогает оформить необходимые документы. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов на этой неделе провел совещание по сбору гуманитарной помощи от региона мирным жителям Палестины, оказавшимся в зоне ближневосточного военного конфликта. Жители Карачаева-Черкесии уже выразили свою готовность помочь и принять участие в сборе гуманитарной помощи для Палестины. «Считаю такое стремление очень важным и полностью его поддерживаю», – сказал Рашид Тимрезов. В работу по формированию помощи активно включились депутаты парламента. Также глава призвал всех неравнодушных жителей Карачаева-Черкесии принять участие в формировании гуманитарной помощи. В ауле Кубина открыли мемориальную доску ветерану Великой Отечественной войны, участнику боев за освобождение Белоруссии Хмаре Дагужееву, имя которого носит общеобразовательное учреждение. Рабочая группа во главе с сенатором Крымом Казаноковым приняли участие в памятном мероприятии. Альбина Курачина-Кенжева расскажет подробнее. Мероприятие началось с гимнов страны и республики. Память солдатов, отдавших жизнь за родину, почтили минуты молчания. На мероприятии присутствовали гости, общественные деятели, родственники Хмары Дагужеева, педагоги и ученики. Были интересные рассказы от сторожил аула, где все окунулись в историю. Всего в освобождении Белоруссии участвовало 1438 жителей Карачаева-Черкесии. Один из них – уроженец Кубины Хмара Аслангиревич Дагужеев. Отдавший свою жизнь Белоруссии. На мой взгляд, самый яркий подвиг – это его последний подвиг. Когда, не желая сдаваться врагу, он взорвал себя и своих врагов гранатой. Это подвиг, который демонстрирует мужество, героизм и патриотизм Хмары к своему отечеству. Сегодня его имя носит средняя школа и улица в родном ауле. Родился Хмара в 1920 году. Был призван в ряды советской армии в 1939 году. Вскоре началась война. Дагужеев был отличным бойцом. Благодаря ему сбито с рельсов два паровоза, которые тянули на фронт вагоны с техникой и оружием. Хмара Дагужеев сделал много в боях, был храбрым. В отряде пользовался авторитетом. Все бойцы брали с него пример. Хмара всегда рвался в бой и просил как можно больше у командиров ответственных боевых заданий. Погиб Хмара героически в 1944 году. Ему было всего 24 года. Школьники с большим интересом слушали отрывки истории на митинги. Мемориальная доска – это напоминание ненужному поколению о человеке, который является примером для каждого из нас. Дорогие родственники Хмара Асангиревича, уверен, что педагоги, учащиеся, приходя в школу и глядя на мемориальную доску, будут вспоминать об ответственности перед своей семьей, родиной и самим собой. Будут служить примером истинного патриотизма. Желаю всем мирного неба над головой, крепкого здоровья, просветания нашей страны и малой родине. Во время войны Хмара Асангиревич показал себя настоящим воином. Взрывал, пускал под откос поезда гитлеровской Германии. Наша школа носит его имя. И в дальнейшем мы будем с честью нести его имя. Имя Хмары Асангиревича Дагужиева. Директору и учителям вручили благодарственные письма от сенатора за патриотическое воспитание подрастающего поколения. После торжественного открытия доски присутствующие возложили цветы. Затем прошли в школьный музей, в котором хранятся альбомы о славном сыне Абазин, герои Белоруссии, фотографии, рассказывающие о встречах в Пегановичах и Кубине. Учащиеся кубинской школы гордятся учиться в учреждении, в котором учился Хмара Дагужиев. И будут чтить память своего героя. Альбина Курочинова, Кенжи Валибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. На площадке регионального народного фронта прошло обсуждение одной из наиболее острых для Карачаева, Черкесии проблем. Кто несет ответственность за несвоевременный вывоз мусора? Можно ли обязать обслуживающей организации более ответственно подходить к своим обязанностям? Как решить проблему стихийных свалок? Ответы на эти и другие вопросы попытались найти эксперты из различных ведомств и общественных организаций. Подробности у Артура Мхце. Проблема несвоевременного вывоза мусора для Карачаева, Черкесии не нова. Варианты ее решения периодически озвучиваются на самых разных дискуссионных площадках. Недавно вопрос по теме звучал в ходе прямой линии с главой республики. Представители регионального народного фронта также не первый раз привлекают внимание к проблеме, приглашая сотрудников ряда профильных ведомств и организаций совместными усилиями все-таки выработать единую концепцию в борьбе с теми, кто мусорит или не убирает. Общественники постоянно мониторят все очаги стихийных свалок и скопления отходов на официальных контейнерных площадках. Проблема в том, что наши управляющие компании делают вид, что придомовая территория, ее очистка, в том числе и вокруг контейнерных площадок, их содержание, как это здесь указано, их не касается. Резюмируя, ответственность за несанкционированную свалку, вне зависимости от того, в чистом поле она возникла или в городе, вне зависимости от того, вокруг она контейнерной площадки, организованной и учтенной, либо в неположенном вообще месте вдруг организовалась, в первую очередь несет собственник этого земельного участка. То есть мы идем от земли. Понятно, что виновное лицо должно ликвидировать свалку, но установить его получается далеко не всегда, поэтому бремя ответственности падает на собственника территории. Но скоро можем прийти к тому, что все места складирования мусора будут находиться под видеонаблюдением. Тогда найти ответственных за тот или иной проступок не составит большого труда. Объем обращений большой, как правило, более половины обращений обоснованными, признаются обоснованными и заканчиваются принятиями мер прохожеского реагирования. К региональным операторам вопросов много, работа ведется планомерно. Опять же, где-то имеются объективные причины, по которым происходит сбой в работе региональных операторов, но, опять же, это не свидетельство о том, что должны быть какие-то поблажки применены к деятельности рекоператоров. По мнению представителя природоохранной прокуратуры, к решению мусорной проблемы должны привлекаться и органы местного самоправления, и управляющие компании. Наиболее действенной мерой видится не увеличение штрафных санкций, а не отвратимость наказания. Ведь если не ловить за руку виновных, любыми утвержденными на бумаге суммами никого не напугаешь. При этом в сельской местности найти авторов таких грязных залежей не так уж сложно. «Прокурорам указано на руководство министерства о том, чтобы не делали никаких поблажек органов местного самоправления, так как все в основном свалки, которые расположены на землях сельского поселения, они образуются не в одночасье, это такой достаточно длинный процесс, и лучше, чем на местах, о нарушителях никто не знает». Задача таких дискуссионных площадок – обратить внимание общественности на серьёзность проблемы. В данном случае и на вред экологии региона тоже. Быть может, тогда люди несколько раз подумают, прежде чем решиться на правонарушение. Или создателям стихийных свалок и недобросовестным обслуживающим организациям подобная картина куда милее. Артур Мухцелебастанов, Вести, Карачао, Черкесия. Сейчас реклама, после продолжим. Глобальная распродажа со скидками до 70%. Шубы, пальто, пуховики высокого качества с отличным сервисом. На выставке «Меховые традиции». 23-24 ноября в дворе экспорта «Олимп», Карачаевск. Жарков дарит шанс выиграть ценные призы, а также главный приз – автомобиль. Покупай подсолнечное масло Жарков с акционной этикеткой. Регистрируй промокод с 1 октября по 30 декабря на сайте акции. Жарков. Вкусно всей семье, выгодно хозяйке. Современная хирургия катаракты и глаукомы в Клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Выполняем операции по полису ОМС. Ессентуки, Гоголя 80. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8 938 333 900. Академия российского телевидения проводит финальные мероприятия 22-го Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион». Волгоград. Церемония награждения победителей. Подробности на сайте tefi.ru ВГТРК и правительство Магаданской области 27-28 ноября проводят телефестиваль «Русский север». Цель фестиваля – привлечение внимания общественности страны, жизни людей на севере. Истории освоения северных регионов России, реализуемым там государственным программам, защите природы севера, культуре народов, которые там проживают. Подробности на сайте – вести-дефис-магадан.ру Лучший народный участковый живет и работает в станице Кардоникской. Совсем недавно майор полиции Инна Лукьянова стала победителем регионального этапа конкурса. Наша съемочная группа побывала в гостях у старшего участкового уполномоченного и присоединилась к профилактическому обходу. Подробнее смотрите в материале Мадины Лайпановой. Служить России и закону. Для старшего участкового уполномоченного полиции Инны Лукьяновой – это не просто слова. Свой путь в органах МВД эта хрупкая с виду женщина начинала в далеком 2006 году. Теперь же она несет службу уже в звании майора. А совсем недавно Инна была признана народным участковым в нашей республике. Для меня было неожиданно, что я буду участвовать в конкурсе «Народный участковый». И когда я победила, заняла первое место по республике «Народный участковый», мне было очень это приятно. Еще раз повторюсь о том, что спасибо большое народу, который голосовал за меня, верил в меня, доверял мне. Благодаря своему профессионализму и человеческим качествам она является ярким примером не только для жителей родной станицы Кордоникской, но и для своих сослуживцев. Как, например, для лейтенанта полиции Юлии Крапивко, которая знакома с сыной не так давно, но уже успела по-настоящему подружиться с коллегой. Я в органах по сравнению с ней не так уж давно работаю. И, конечно, бывают такие моменты, когда я сталкиваюсь с этим впервые, она, так как работает здесь очень давно, если я не ошибаюсь, 17 лет где-то участковых, вот, она уже знает многие моменты, сталкивалась с различными ситуациями, она, конечно, подскажет, поможет, никогда не оставит в беде. Сейчас очень мало найти таких сотрудников, можно, которые так ответственно и добросовестно выполняют свои должностные обязанности. На административном участке Инны Лукьяновой проживает более трех тысяч граждан, и каждого из них она знает в лицо. Собственно, как и они своего участкового. Многие помнят нынешнего майора со времен, когда она была маленькой девочкой и только мечтала о службе в органах. Инна в буквальном смысле выросла у них на глазах и стала настоящим хранителем правопорядка в родной станице. Я здесь, на этом поместье живу уже около 20 лет, она, как говорится, росла в наших глазах и училась, как говорится. Мы тут все присутствовали, знали об этом. Поэтому девочка очень ответственная, очень внимательная. Вот все в ней отзывается, представляете, она отзывается и на радость, и на беду. И, ну, в общем, она очень положительный человек во всех смыслах. Она постоянно общается с людьми, постоянно с положительными, неположительными, но все именно ложится на ее плечи. Она за всех в ответе у нас. Поэтому она именно народный, участковый, и мы ей очень гордимся даже. Гордится Инной и ее супруг Сергей, который, кстати, тоже полицейский. Свою супругу он всегда поддерживает и считает ее не только профессионалом своего дела, но и замечательной женой и, конечно же, матерью. Как человек добрый, отзывчивый, всегда придет на помощь, никому не откажет. Очень лояльно ко всему относится. Очень хороший человек. С финальной точки зрения она знает свою работу, то есть она уже не первый год работает, знает свой участок, знает население. То есть свою специфику работы она знает на пять. То, как она выкладывается на работе, то, как она этой работе себя посвящает, то есть она постоянно больше на работе. Она, конечно, знал, уверен был, что она победит. Но когда она победила, конечно, это было радостно, гордость какая-то за нее, что она вышла победителем в этом конкурсе. Сейчас Чита Лукьяновых воспитывает двух дочерей, а совсем скоро у них будет прибавление. Ну а пока они находятся в счастливом ожидании сына, Инна продолжает работать, помня, ради чего она когда-то пришла на службу. Служба участковых для меня на данный момент она несложная, так как мне нравится общение с гражданами, помогать им в трудную минуту. Работать участковым – это напрямую связано с общением с народом, с людьми, помогать им решать их проблемы, семейно-бытовые, конфликты, разные ситуации их. После победы на региональном этапе конкурса «Народный участковый» проходило голосование уже на федеральном уровне. Результаты по нему пока еще неизвестны, но независимо от исхода, старший участковый уполномоченный полиции майор Инна Лукьянова и дальше будет служить России и закону. Мадина Лайпанова, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. Муса Ионов. Баритон вновь заиграет своим неповторимым тембром в сюжете Фатимы Дауровой. Тандем двух ярких представителей творческой интеллигенции республики, поэта Керима Мхцей и композитора Мусы Ионова, создал один из музыкальных шедевров культурного наследия абазинского народа – песню «Дуней». Она в какой-то мере стала визитной карточкой певца, а мягкий лирический баритон Мусы Хаджи Магометовича стал украшением еще многих других авторских вокальных композиций. Сегодня они стали классикой эстрады. Муса Ионов являлся уникальным самородком, имеющим особый музыкальный слух с самого рождения. Я всегда удивлялся его абсолютному слуху. То есть он мог идти по улице, часто он прогуливался, особенно после болезни, после операции на сердце, прогуливался, услышит какой-нибудь шум. И он мог эту ноту, это даже природного шума сказать, природного звука сказать, какая нота прозвучала. Более двух десятков лет Муса Ионов возглавлял один из самых ярких вокальных коллективов своего времени – областной хор-радио. Именно здесь проявились его педагогические способности наставника, а его прекрасный слух, музыкальная память, чувство ритма, стиля и доскональное знание материала сделали центральным фигурантом, дирижером творческого коллектива. Хор исполнял песни на всех языках народов Карачаева-Черкесии. Заслуженная артистка России Кубани Лидия Луценко рука об руку проработала с Мусой Хаджимагаметовичем много лет. Она до сих пор помнит свою вокальную партию на абазинском языке. Пусть меня простят. Это очень давно было. Поэт-песенник Беляль Хасароков держит в руках нотное издание музыканта, его первый авторский сборник. И среди песен Муса Ионова есть особенная, любимая, которую Барт всегда исполняет на своих выступлениях. Песня называется «Берегите землю» на стихи Керима Мхце. Для меня вот эта песня еще дорога тем, что Муса сам мне показывал аккорды для игры на гитаре. Именно авторские его аккорды. Это не просто кто-то подобрал на слух. И даже еще какие-то моменты, нюансы какие-то еще объяснял. Воспоминания о нем его современников полны ностальгической грусти о близком человеке и наставнике. Я работаю с хором, разбираю новую вещь и прошу. Говорю, Муса, ну пожалуйста, сядь в баритоновую партию. Ну, не идет и все, особенно если что-то сложное. Все, Муса туда сил, один голос. Все, баритоновая партия зазвучала. Вы по нему скучаете? Очень. А его не хватает. Вообще мне эта фраза не нравится. Незаменимых людей нет. Я убедилась. Есть люди, которых заменить нельзя. Вот из таких и Муса. Муса Ионов ушел из жизни рано. Ему было всего 53 года. Большую половину из которых он посвятил служению музыке. Его творческое наследие – это национальное достояние абазинского народа. А достоянием самого автора стала его семья, которая была ему опорой в жизни. Его дочь Мадина Ионова сегодня является хранителем телевизионного архивного фонда ГТРК Карачаева-Черкесия. На этих полках часть истории развития родной республики. И среди старых видеокассет и новых цифровых носителей бережно хранятся архивные видеозаписи с выступлений именитого отца. И когда его песни звучат из телевизионных экранов и со сцен концертных залов, из торжественных мероприятий, гордость за отца переполняет сердце дочери. Пели и черкесы, и абазины на этой свадьбе эту песню. И мне, знаешь, вот так мурашки по коже шли, потому что, ну это же приятно, когда ценится его творчество. Не однодневная эта песня. Помню, поют дети, которых еще в принципе не было на свете, когда он ее написал, эту песню. Это дорогого стоит. Это, наверное, самое дорогое, что ты можешь заработать в этой жизни. Это добрую память о себе. Фатима Дорова, Михак Аракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. Они подарили красивую и яркую игру болельщикам. А московские судьи признали лучшим бомбардиром, лучшим игроком и лучшим вратарем страны третьего дивизиона членов их команды. Весь 2023 год футболисты Карачаева-Черкесского клуба «Нарт» показывали и доказывали свое мастерство и превосходство, выиграв матчи. Вначале в зоне ЮФО и СКФО, а затем на всероссийском уровне. Так, обновленная футбольная команда из Черкесии вернулась из Сочи, где стала вице-чемпионом финального этапа соревнований России среди мужчин. Победителей с песнями, танцами и различными угощениями встретили на границе Ногайского района и Ставропольского края. Алла Качиева подробнее. Вот они, лучшие нападающие, защитники, полузащитники и вратари. Немного уставшие, чуточку грустные, но довольные ребята-футболисты выходят из автобуса, где их ждут с утра на границе Ногайского района со Ставропольским краем с музыкой и национальными угощениями. Еще бы, такого результата у игроков Карачаева-Черкесии не было. Среди 86 команд из 9 регионов России нартовцы стали вторыми. Мы выиграли в Сочи четыре игры и вот вчера мы проиграли 1-0. Но мы забрали все, что у них есть. Мы забрали лучшего вратаря. Москва определила, что лучший вратарь – это игрок нарта. Лучший игрок сезона России тоже определила Москва, и это сделали Абидокова. Лучшего нападающего тоже сделали Нарт, это тоже Абидокова. Мы 10 голов забили и 3 гола пропустили. Ну, это о чем-то говорит, и говорит о том, что это настроение, бой, характер. И то, что мы дали слово и главе республики, и болельщикам, что мы докажем, что мы будем играть, что мы эту зону выиграем. Я считаю, что за 20 лет и за возрождение футбольного клуба мы выложились на все 100. Так, в финале Нарт из Черкеска встретился с командой КССС из Кирова-Чепецка. Игра получилась зрелищной, яркой и завершилась минимальной победой 0-1 в пользу наших соперников. По итогам турнира обладателем индивидуальных наград стали два игрока Карачева-Черкесского футбольного клуба «Нарт». Лучшим вратарем признан Александр Дьяченко, лучшим бомбардиром и лучшим игроком – Вадим Абидоков. Тренер голкипера Дьяченко с гордостью рассказывает, что занимался с ним около полугода и результат не заставил себя долго ждать. Проявил себя очень трудолюбивым парнем, отзывчивый, в общем, прикладывал усилия, ну и своей игрой, своим отношением, профессионализмом он доказал на всю Россию, что он является лучшим вратарем в третьей лиге. Нартовцы не собираются останавливаться на достигнутом. Ребята мечтают играть в премьер-лиге в составе своей любимой команды. Ну а секрет успеха у каждого свой. Тренироваться, усердно тренироваться и желание. Я думаю, все кроется в таланте. Ну, большинство. А так тренироваться тоже стоит. Заместитель министра физической культуры и спорта Карачева-Черкесии Мурат Агиров поблагодарил футболистов за красивую и яркую игру, за кропотливый труд, хорошую технику и победы. За выход в финал они выиграли двукратных чемпионов данной лиги. Вот. Ну, это второе место, но для нас тоже победа. Я хотел бы поздравить всех любителей футбола. У нас в республике действительно возрожденная команда «Нар» оправдала все наши надежды. Даже, ну, как сказать, перевыполнили свой план. Мы не ожидали такого результата. Это результат у нас в республике впервые. Мы заняли второе место среди 86 субъектов третьей лиги. Поэтому это шикарный результат. Я надеюсь, уверен, что будущее у нашей профессиональной команды «Нарта» очень огромное. Сейчас футболисты «Нарта» будут отдыхать и набираться сил. А в следующем году вновь будут покорять футбольную вершину страны во втором дивизионе. Алла Качива, Ренат Муков, Вести Карачева, Черкесия, Ногайский район. Все мы родом из детства. И самые теплые и яркие впечатления, как правило, связаны с этой порой. И касается это не только школы, друзей и различных увлечений. Даже предметы из детства нам кажутся особенными. Более трех тысяч экспонатов из своего детства и юности собрал коллекционер из Черкесска Рустам Кубанов. Его раритетная коллекция напрямую связана с эпохой СССР. Но Рустам не планировал показывать широкой публике свои экспонаты. На это его сподвигло обещание близкому человеку. Но обо всем по порядку расскажет Белла Джазаева. Эти вещи из СССР можно рассматривать бесконечно. И наверняка каждый, родившийся в Советском Союзе, при этом будет испытывать ностальгию. Жизнь сейчас намного проще и интереснее. И ассортимент всего гораздо обширнее. Полки многочисленных магазинов полны товаров на самый различный вкус. Но никто не сможет поспорить с тем, что все, что делалось в СССР, а тем более если там присутствовал знак качества, было сделано, как говорится, на совесть. Свою трехтысячную коллекцию Рустам начал собирать еще в детстве. В первом классе мы поехали в гости к тете и брат. Первый раз мне монеты подарил. Старые царские монеты. Мне понравилось. Я вот их забрал. И вот что-то с тех пор я собираю это все. Я не помню себя, чтобы я без какого-то старинного, чтобы увлечения не было дня. Рассматривая экспонаты, собранные в личном музее Рустама Кубанова, ты как будто бы на миг возвращаешься в свое детство и юность. А посмотреть здесь действительно есть что. Рустама, как коллекционера, в первую очередь, интересуют вещи 50-х-90-х годов прошлого века. Неизгладимое впечатление производят очень многие экспонаты. Это хрустальные янтарные часы, старинные каминные часы, часы с боем, навесные и туристические часы. Всего здесь представлено более 150 часов. Здесь также можно увидеть чугунную лампу 30-х годов, шахтный телефон, елочные игрушки 50-х годов, раритетные книги начала прошлого века, стекло ручной работы, издательские машинки 60-х годов, колпаки хромированные на классические автомашины СССР, чугунные утюги, ретро-бодовая техника, изделия из латуни и бронзы. Одним словом, великое множество предметов быта и обихода. Вот эта лампа, она приехала с Якутии. Она приехала очень случайно. Ребята, которые поехали, линии тянули у нас на работе. Когда линии тянули, бабушка вышла из дома, попросила, чтобы лампочку вкрутили. Но она не знала, что здесь уже нереально. Они повесили новую лампу, свет сделали, эту сняли, буквально просто кинули на платформу КАМАЗа. Она приехала. Я объезд на работе делал, случайно увидел ее, смотрю. Ну, вещь, которая пахнет стариной. Чугунное, добротное. Стекло, которое обработано вручную. Раньше лили стекло, оно было матовое, и они обрабатывали. Вот это все обработано руками человека. Это ГДР, 50-е годы, парфюм. Это для женщины, духи. Это для мужчины, вот с компрессором. Есть мыльница еще к нему. Тоже с крышечкой. Красота. Да, зеленое стекло. Рустам досконально знает историю каждого своего экспоната. Собирает он свой музей по частицам более 30 лет. Какие-то вещи он покупает в антикварных лавках. Что-то приобретает на блошиных рынках. Что-то ему дарят. Возвращаясь к теме того, почему же он все-таки решил показать свое сокровенное, Рустам говорит так. Я обещал своему честью, что вот это все люди увидят. Был случай, когда мы ехали с дачи, я просто случайно заехал сюда за ключами. И он следом зашел и увидел. Он вообще не думал, он был шокирован. И он мне говорит, я или сам вызываю, или я телевидение должен вызвать, чтобы они посмотрели, показали как бы. И он был заятлым коммунистом. Несколько, что он увлекался этим, но он реально был рад, что вот такие вещи я коллекционирую. И я думаю, что ту мечту его я осуществил сегодня. Посмотрев коллекцию экспонатов Рустама Кубанова, многие очевидцы того времени, безусловно, вспомнят что-то свое о жизни в СССР, о приятных событиях, связанных с теми или иными предметами и вещами. Но и просто окунуться в свое детство, юность и молодость. Белла Джозаева Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Хорошего вам настроения и всего доброго.